И вот когда я оформила первые свои деньги, когда я их получила, когда я сняла, у меня там накопилось, помню, около что-то ближе к 100 тысячам, я сейчас вот точно не помню, но вот что-то такое, то есть я снимаю эти пятитысячные бумажки с банкомата первый раз на личные деньги, когда я оформилась. До этого у меня было все в личном кабинете, я их просто видела эти деньги, шла к ним, вот, и вот этот такой вот трепет был, я вроде как бы уже зарабатывала, там, когда администратором работал, там, до 40 тысяч у меня доходил зарплат, в то время это была очень хорошая зарплата, прям, ну, достойная, я скажу так, в то время, это какой был у нас, 11-й год я работала, 13-й год, это вот, ну, в то время, это хорошие очень деньги были на уровне Московской области, не Москва, в Орехово-Зою я жила. И когда вот я сняла первые эти деньги, вы знаете, вот это ощущение того, что ты в жизни создал что-то свое, то есть ты не просто работаешь на дядю, на, то есть за зарплату, отработал, тебе зарплату заплатили, а ты сам создал, сам создал свой вот это твое, это там, бизнесом я долго не называла, у меня было бизнес, что-то связанное, ну, что-то крупное такое, что-то, то есть я всегда говорила, я работаю на себя вначале. И вот эти вот чувства, которые у меня были, когда я эти деньги сняла, я вот тогда себя уже почувствовала, что я вот прям вот, я не знаю, что чувствует миллионер, но я себя почувствовала как миллионер. Господи, я такие деньги сняла, я сама заработала, я сама сделала это все, да, меня никто не контролирует, меня никто не штрафует, я делаю сама, это мое детище, это я сама создала этот доход. И вот эти нереальные чувства были, когда ты сняла эти первые деньги. И вот в этот момент, в тот год у меня началось вот это вот развитие, вот эта трусотерапия, трусотерапию придумала, не я название, вчера я девчатам в чат тоже делилась с ними, я говорю, кто придумал это название, но кто-то из девчонок как-то вот так выразился, что вот трусотерапия от Любы. Потому что то, что я рассказывала, то, что я делилась, это как-то вот, оно так и сложилось, что получилось это как тренинг, и я рассказывала всегда это на своем примере, но я просто делилась своими чувствами. И вот сегодня я вам поделюсь, как вот эта трусотерапия, знаменитая уже в нашем проекте, как она влияет на вас в целом, на ваше развитие в бизнесе, в личности, в семье, как вообще она влияет на ваше отношение к себе. Вот что происходило у меня, я буду сейчас, я себе составила прям даже вот такой, видите, план, чтобы ничего не забыть, вчера села, прям законспектировала все вот эти вот якорные моменты, о которых я вам хочу сказать. Самые яркие, которые, на которых вот каждый этап, знаете, вот менялась, как я люблю говорить, менялась ДНК. То есть я раз по-другому начинаю думать, и у меня какие-то новые-новые события в жизни, какие-то новые люди, какие-то новые возможности появляются. Раз, опять какая-то следующая мысль. Потому что как ты себя ощущаешь, вот как ты сама к себе относишься, как ты сама себя, ну, как бы рисуешь, что ли, преподносишь людям, да, вот как, какая ты, какой ты образ, как ты о себе говоришь, даже вот это имеет значение. Вот точно так же начинают к тебе относиться другие люди. Вот это ключевой момент, к которому приходит женщина, когда вот начинает работать вот с этой вот трусотерапией. Так вот, значит, что стало ключевой фразой? Я проходила, я за этот период, вот за время мои четыре года, которые я работаю, я прошла колоссальное количество тренингов. Тренинги личностного роста, тренинги финансовые, их было несколько, тренинги роста внутреннего. Когда я работала со своими установками, со своими какими-то нашими законами в голове, да, то есть когда у тебя в жизни какие-то ситуации повторяются, это следует установка, которая, ну, как бы ты считаешь, что должно быть так, и никак по-другому. У тебя начинает это повторяться-повторяться, и тебе это не нравится, ты вроде хочешь это исправить, но это опять ситуация повторяется. Она опять тебе показывает, что это твоя, детка, мысль, ты так думаешь. И по-другому у тебя в жизни не будет. То же самое установки бедных людей. Почему большое количество людей бедных? Почему работают за маленькую зарплату? Почему мучаются, ходят? Почему, как бы, ну, вот все в жизни происходит, потому что есть вот эта флешка в голове с четкими мыслями, как человек думает про деньги, думает про работу в целом, про то, что якобы он должен, там, как она должна жить, чтобы ее там общество не осуждало. Или, там, чтобы подруга про нее, там, плохо не думала. То есть люди очень сильно завязаны некоторые на своих вот этих вот мыслях. Я сейчас вот так маленько сделаю, но так удобно, наверное, будет. Чуть-чуть поправлю. Вот. И когда я проходила очередной тренинг, я слушала спикер, да, и женщина, там такую фразу, я не помню даже уже смысл, даже что там было, что была за лекция, это было очень давно. Но я услышала такую фразу, она говорила, что если вы сейчас сидите и слушаете меня, и ваши даже, ваш комплект трусы и бюстгальтер отличаются цветом, да, даже вот, даже поменяв, вот, вот с этого нужно начинать, и с этого нужно что-то начать, начать менять. То есть она вот сделала такую фразу, то есть там, я не помню уже, какая была, честно, тема. И я такая сижу и поймала себя на мысли, мы же что слышим, то и думаем. И я сижу и думаю, да, точно, вот у меня там разного цвета бюстгальтеры, трусы. Думаю, ну, а как это влияет, а как это, вот почему она это сказала. И я целый день эту мысль ходила и гоняла у себя в голове, думаю, блин, да к чему тут вообще, ну, как бы, у меня как будто это задело, потому что меня это коснулось, и меня это задело, и я эту целый день мысль раскручивала. Потом следом мне попадается одна статья, где женщина пишет про свою маму, статья называется «Инстинкт отложенной жизни». Я думаю, что вы многие эту статью читали, мы ее в чат и кидали, если кто-то не читал, девчонки, напомните, я после эфира вам дам, ее стоит почитать каждой девушке. Это прям вот выстрел в голову, выстрел в висок, это настолько пронинзывает, это настолько пропитано. Я там увидела свою бабушку, я увидела там свою маму, я увидела, мне стало страшно, потому что я там увидела себя. Я увидела себя, потому что, да, действительно, я вот так сделала, я вот так думаю, это какие-то автоматические поступки были, на которые ты не зацикливаешься, а ты так делаешь просто потому, что для тебя это привычно. И мама так делала, и бабушка так делала, и говорили так все, и вроде как бы так норма. И вот здесь меня конкретно склинило, и это был такой, вот в этот день я сгребла просто все. Вот я открыла ящик, где у меня лежало все нижнее белье, я вот так вот все сгребла в кучу и в мусорное ведро выбросила. И в этот день я поехала, купила, вот сколько у меня было денег, насколько я могла себе позволить, я себе купила новое белье. Вот с этого началась моя трусотерапия. Меня просто трясло от одной мысли, что у меня теперь все новое. От того, что как будто с какой-то жизнью было покончено, да. Это, может быть, я сейчас как-то ускоренно рассказываю, потому что там, конечно же, был рост. Вот каждый, наш бизнес так устроен, что каждый месяц ты получаешь зарплату выше. Она у тебя растет где-то на тысячу, где-то на пятьсот, где-то на три тысячи, где-то на пять тысяч, да. То есть у нас вот такой бизнес, он дает возможность повышать каждый раз твои заработки. Ты видишь тенденцию этой зарплаты. Если с начала года, например, у меня была зарплата 20 тысяч, у меня где-то даже есть скрин на начало, то к концу года я пришла и у меня выросло за какой-то период, в то время вырос доход примерно тысяч на пятьдесят. На пятьдесят тысяч выросло. То есть я делала те же самые действия, а доход я получала выше, выше, выше. И это, естественно, что расширяло рамки в голове моей. Я понимала, что я могу больше денег откладывать. Я могу другую покупать, ну тогда я еще ела колбасу, да, другую колбаску я могу покупать. Я могу другие купить себе колготки, там не за 150 рублей, а я могу пойти себе в кальцедонию купить колготки. Уже нормальные, хорошие, классные колготки, да. Когда ты хотя бы раз купил колготки в кальцедонии, ты не можешь носить другие колготки. Потому что они другие, они другого качества. И ниже спускаться к качествам тебе уже не хочется. Это вот тоже как бы пример, ну к тому же к белью. Я сейчас к этому подведу, я сейчас вам это все расскажу. Дальше шло, ну значит, все как-то привычно. То есть я была очень, вот у меня был такой восторг, что в моей жизни, у меня никогда такого не было. Чтобы вот у меня все было новое, чтобы все было комплектами. Я себя чувствовала просто королевой, вот честно, честно. Потому что я вам объясняла, как я росла, да. Естественно, там не было такого никогда, и чтобы можно было пойти купить себе несколько комплектов, вот это не было. Потом я начала, расти начала моя зарплата. И я тут очередной, опять же, на каком-то тренинге я слышу про женские тренинги. Они, я вам если, вот если кто-то проходил какие-то тренинги, вы, наверное, понимаете, с чем я говорю. Там все сводится к вот к этой женской теме, да. Что красивое белье, красивая там домашняя одежда, красивое то, что нужно вот себя вот как бы украшать. Вот, вот к этому тренингу, это есть в каждом женском тренинге. Об этом говорят, если женщина общается с девочками. То есть эта тема, она всегда присутствует. И опять, в общем, где-то мне, видимо, эта мысль у меня была, да, я этому радовалась какое-то время. Потом это стало уже привычкой. И потом я слышу о дорогом белье. И у нас даже с Олей Ковалевой, вот если она сейчас на эфире есть, Оль, помаши ручкой. У нас с ней есть такая, была такая мечта. Я думаю, что мы с ней ее вместе вспомним, но я, наверное, уже без Оли ее исполнила, свою эту мечту. Мы такие с ней говорили, что вот начнем зарабатывать много, блин, пойдем. И вот за один раз 200 тысяч потратим себе на лифчики. Вот у нас была с ней такая, вот нас это двигало. Нам это, она говорит, пойдем, поедем с тобой в Москву, поедем с тобой в крутые магазины. И накопим себе белья. А потом сидим и думаем, что а что такое 200 тысяч в Москве на лифчике? Да это вообще ни о чем. Да это просто несколько штук купить себе комплектов и все. Это кажется, что это много немыслимо, а это просто хорошего, качественного белья буквально несколько штук. Ну и короче, вот я началась, началось такое, началась движуха, начали подниматься доходы, да, и я начала смотреть уже на трусотерапии. День моя продолжалась, я продолжала покупать себе новые, 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 чтобы было много, чтобы было все комплектами, чтобы было все на каждый день комплектами, чтобы было все красивое. Потом я поняла, что мне перестало нравиться качество того белья, которое я покупаю. Я сильно задрала себе планку. И вот здесь, девчонки, произошел просто взрыв в моей голове. Это сейчас, возможно, меня кто-то не поймет. Но если вы присутствуете на этом тренинге, значит вам эта информация нужна. Значит, вы какие-то выводы сделаете в свою жизнь. Я это рассказываю не с целью, чтобы похвалиться. Меня попросили очень сильно, умоляли просто, девчонки, рассказать эту историю, рассказать, провести этот тренинг здесь. Поэтому я просто делюсь с вами. Вы можете что-то взять. Я очень буду рада, если моя история вам поможет сделать свою жизнь лучше, сделать отношение к себе достойным, лучше, что у вас дальше пойдут какие-то в жизни перемены. Потому что в моей жизни прошли колоссальные просто перемены. Это вот два разных человека. Такая, какая я была, какая я приехала в Москву. Скромная, стеснительная, какая-то забитая, какая-то зашоренная во всех рамках. Я стеснялась заходить даже в магазины, где вот сейчас сетевые магазины какие-то, не знаю, ну, инсити, там, сало, сало, вот, всякие такие вот магазины. Я сейчас не перечислю вам название, я вот не сильно в этом, если честно. Мне туда было как-то заходить неудобно. Там такие продавцы, они такие все деловые, там все так на вешалочках. Я привыкла в Волынске одеваться на рынке. Там тебе картонку постелили, ты, блин, мороз на улице, ты, блин, с голой жопы эти джинсы натянул, померил, он, вроде, ничего, нормально, там, снял, все, купил, расплатился, пошел. Я вот так одевалась всю жизнь. Вот, потом уже, когда постарше стала, я могла уже ездить, когда уже сама зарабатывала, я могла ездить в ближайшие города, в Балаково, ну, уже одеваться в каких-то магазинах, что-то там купить. Это я уже сама зарабатывать начала, вот, но когда я росла, была подростком, родители одевали только так. Мороз, не мороз, идешь покупать там штаны, там еще что-то, все, кофту, дубак, ты просто одеваешься, там тебя какой-то, блин, это и простыню закроет. Вот так я, понимаете, из такого, и когда ты приезжаешь, вот эти магазины сетевые, в которые я сейчас не хожу, это уже не мой уровень, я ничего там не покупаю, там нету качества. Качество для меня сейчас важно, я хочу, чтобы это было, это было качество хлопок, там, чтобы эти шовчики все, я выворачиваю всегда вещи наизнанку и смотрю на весь этот ужас в нитках, я не буду это носить. Я по профессии технолог швейного производства, по простому швея, если так вам будет понятнее. Я знаю всю технологию отшивания одежды, в вечерней платье, как отшиваются, как нижний белье отшивается, там, сорочки все. Ну, то есть я умею шить все, в принципе. И я знаю всю технологию, как должна быть шита одежда. И когда я выворачиваю вот эти швы, я просто, у меня в ужас впадает. Я в этих магазинах сейчас не одеваюсь. Я хожу в магазины, в точечные, где ты приходишь и тебе предлагают, где ты видишь действительно качество. Я могу сейчас платить за качество и за то, что тебе все подберут, и это хорошая, красивая одежда. Но тогда, когда я приехала, я даже в эти магазины как-то не стеснялась заходить. Поэтому это два абсолютно разных человека. И вот этот вот момент, когда я первый раз в жизни, я купила себе трусы дороже трех тысяч рублей. Это просто вот, я не знаю, как это объяснить вам, это свернуло в моей голове что-то, вот, я даже слов, наверное, не могу подобрать. То есть, вот представляете, для человека, который там зарабатывал, и вот еле-еле там что-то оставалось, когда я в нами работала, мы там заплатить за квартиру, здесь купить, здесь то, здесь все, какие-то кредиты у нас были. В общем, и оставалось у тебя, и постоянно до зарплаты не хватало, там, две-три тысячи, я где-то, ну, у коллеги, там, перезанимали мы друг у друга периодически. То есть, вот из такого состояния, когда ты просто трешку отдаешь за трусы. Но когда я их принесла домой, когда я их начала носить вот этот день, что менялось в голове, вот, понимаете? Ты понимаешь, я сел работать, мы работаем с вами дома, ну, большинство, кто здесь на тренинге, да, мы работаем дома. И вот, девчонки, бляха-муха, когда ты сидишь и работаешь за этим компьютером, за телефоном, ты общаешься с людьми, и ты работаешь в трусах за три тысячи рублей, да тебе просто охренеть, как наплевать на то, что где-то что-то у тебя как-то не клеится. Потому что ты понимаешь, что да как может у меня что-то не получиться. Я уже перешла на другой уровень жизни, у меня совершенно другой. То есть, я вот, как вам это передать, как это объяснить, что я чувствовала, у меня просто перло. Я понимала, что, Люба, все, спускаемся с тормозов, отрубаем все вообще канаты, которые где-то там держали, в каких-то мыслях еще. Да что она мне может сказать? Да я прошла такой путь, блин, от такого, от рынка до того, что я в бутиках покупаю себе нижнее белье, ношу, да я королева просто. Да как у меня может что-то не получиться? Как может у меня что-то не сложиться? Да да, я, может быть, что-то не умею пока делать, но я этому научусь. Понимаете, вот такой взрыв просто эмоций у меня был. И я делилась этими эмоциями с девчатами. Естественно, люди от этого загораются и понимают тоже, что, блин, ну она такая, да я же тоже такая. Я когда услышала на маленьком уровне, что Лена Корсу в жизни, как вот это отношение к себе, когда ты покупаешь шубу, ты делаешь это для других. Когда ты покупаешь машину, там какой-то кредит, там еще что-то, или просто машину, ты покупаешь это, ну вначале, да, у меня так было, это тоже, вот круто, как скажут, да, вот я еду там за рулем, все на меня смотрят, вот классно, скажу, что у девчонка там купила себе машину. Когда ты, что еще, когда ты покупаешь какой-то, может быть, даже телефон какой-то дорогой, но большинство, может быть, кто-то себя на чем-то поймает, кому-то все равно, для кого-то будет какое-то значение иметь. Это тоже для других, это тоже для мнения обо мне другого человека. Вот я иду с этим телефоном, он у меня там сотку стоит, да, и вот на меня там кто-то посмотрит, там скажут, крутая, да, у меня там телефон за сотку, да, там может себе позволить, да, такой телефон. То есть любое, что вы берете, что вы покупаете, когда это видят другие, это для других, мы хотим получить любовь и одобрение другого человека. То есть, о, крутая тачка, мы такие, да, я такая, у меня такая тачка, я вообще там, ну, то есть крутотень, да, вот все, что видят другие люди, это не для себя, это для одобрения других людей. Потом, когда человек переходит уже на другой уровень, когда он зарабатывает столько, я всегда говорю, что в нашем бизнесе две стадии. Сначала ты, как бы, ничего не зарабатываешь, и тебе все говорят, да, чего ты там, блин, начала заработать, ну, как бы, чего ты там заработала-то? Вот заработаешь, тогда, ну, говори, да, потом уже там, типа, хвались. А потом ты зарабатываешь уже настолько много, вот я сейчас уже не могу говорить, ну, как бы, я даже уже не говорю, сколько я зарабатываю, потому что люди не верят. это не бывает такого не бывает такого чтобы ты столько зарабатывала дома когда ты говоришь когда тебя реально там за декабрь месяц я посчитал свои доходы и это переваливает уже за полмиллиона эти люди просто не верят они не верят да как это да не может быть а да мне все мои проекты дают такой такой доход и эта планка до которой я выросла понимаете ты тоже ничего не хочешь никому доказывать ничего никому объяснять тебе ну ты делаешь уже не для этого но когда вот этот вот пласт людей когда ты зарабатываешь хотя бы до 100 тысяч рублей все что ты покупаешь ты все равно маленькая пусть часть тебе у кого-то 50 процентов у кого-то меньше но одобрение людей я крутая я могу смотри какая у меня смотри как матрика мы хотим от одобрить даже когда мы сумочки какие-то покупаем или какие-то платьишки мы подругу подруги смотри какую я сумочку купила подруга у офигеть какая у тебя сумочка там или какой-то платье да слушай крутой ты получила одобрение от подруги ты такая довольная классно одобрила а если подруга скалфу да нет счетом вы найдете тысячу оправданий почему она ее мнение не надо слушать вот но девочки трусы это для себя это никто не видит кроме вас и вот какие на вас трусы какого не качество какого не цвета какой они заношенности какие на них там катушки может быть если не катушки дырочки там не дай бог вообще прям сейчас снимите выбросите в мусорку вот это для себя вот это видите только вы ну муж пусть вас видит данному что же не смотрит на вас там каждый день в быту все равно хайфуете видите это только вы и я такую фразу слышала тоже где-то вот попалась мне я прочитала и поняла что о прикольная мысль чем больше времени ты тратишь на то какое тебе сегодня надеть белье чем дольше ты выбираешь там примеряешь думу как будут в этом процессе ты замешана да тем меньше тебя волнует все остальные проблемы которые вообще есть жизни то есть все решается как-то само собой потому что ты зациклена на себе нас ты начинаешь для себя делать для себя что-то покупать для себя делать там вкусный завтрак ну я сейчас не буду перечислять я думаю что дальше будет все понятно вот это про себя вот это про то как я себя люблю как я вот ну вот что нам я иду по улице и вот на что на мне надеты внутри то что не видит никто и знаю только я и у вас либо спинка такая выпрямленная вы идете реально понимаете что на тебе десятка на нижнем белье только на одном и ты у тебя подтекст к любом в любой разговор и не знаю там я не знаю сейчас какой какой вам пример привести чтобы он для всех был понятен я тоже где-то волнуюсь потому что я не рассказывала вот это вот так вот просто с людьми ну на открытую с людьми с которыми может сейчас меня смотрят люди которые вообще меня видят первый раз сейчас до скажу там вообще про чего она говорит много давай послушаю да вот я хочу какой-то логический смысл вам быстро чтобы вам было понятно и вам этот этот эфир он был полезен в первую очередь потому что я целых полтора часа выделил своего личного времени чтобы сон как с вами пообщаться вот и вот когда ты идешь да у тебя там вот это спиночка она прямая ты такая вся ты уверенная себя тебя идет уверенность во всем ты уверенно говоришь что уверенно делаешь какие-то выборы ты уверен в том что ты себя любишь я для себя это делаю как я могу это дело для 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 кого-то что то не в свой не в свою пользу делать какие-то решение это сразу отваливается когда ты работаешь дома если взять нас нашу сферу да когда ты работаешь либо ты сидишь в зачуханном халате либо ты сидишь в хорошей домашней одежде новый такой ну как бы хороший выбранный да вот это кстати у меня домашняя одежда и в хорошем белье и у тебя уже планка твоя выше выше в несколько раз ты чувствуешь себя выше ростом больше ну как бы состояние твое но ширяется и ты делаешь даже все действия как-то вот логически ты даже даже знаете до чего девчонок доходят вот мне девочки писали мои с кем я делилась эта информация проводила такой тренинг в чате они как ты знаешь говорит люба я когда купила и надела на себя дорогой белье яхо я даже есть не хотела сладкого она горит у меня как-то отрубил к сладкому я поняла что я не хочу я хочу вот в зеркале видеть себя красивую я вот стояла смотрел какая как у меня все сидит какие у меня шовчики как и у меня здесь там ну как вот все она где-то чувствовал просто принцессы спасибо тебе за это чувство которое я никогда не испытывала в жизни на год я даже еду себе составлял в день не хотелось даже что-то есть какую-то вреднятину потому что уже будет вот какая-то планка что я вот для меня все самые лучшие для меня это не для меня и это не для меня а вот это для меня я буду там что-то кушать вы даже у девочка были такие наблюдения и как это меняется девочки на вообще на жизнь как это перекладывается сейчас вам расскажу уже теперь по пунктам такая мысль можете тоже себе ее взять ну как я говорю на подумать поразмышлять потом на эту тему вот все что все с чем я соприкасаюсь вот все что в моей жизни есть вот есть моей жизни там вот эта вазочка с цветами которая стоит да есть вот эта кружка из которой я пью да это комплект посуды вот я не знаю ручка который я пишу да вот она лежит у меня что я не знаю там стул на котором я сижу вот все с чем я соприкасаюсь моя скатерть на столе до дорогая красивая скатерть где я кушаю сижу да и работаю кушают но все пройти по квартире все с чем я соприкасаюсь это и есть я это и есть я когда я услышал эту фразу девчонки у меня была истерика вы когда я переезжала из орехово в серпухов я в орехово-зуево сделал прям зачистку то есть я выбросила много старой посуды старого каких-то вещей там господи зачем их этот хлам храм ну храню кому он пригодится когда он пригодится зачем мне это все нужно и все это задатки тянулись с того детства когда у бабушки просто тюки были на чердаке там хранились мамины детские даже одежды мама моей мамы там одежда хранилась и коляски всяких лам который потом дом продавали там просто не закам subscribe вывезли оттуда всякого вот этого этого это трепетение зачем это все хранилась и куда это все хранилось непонятно но как бы на черный день а вдруг что а вдруг война а вдруг еще что то сука лап случится а у нас там блин проживешь ещё несколько веков там всё обувь который уже затверденела просто она там лежала и вот это сохранить вот это оставить вот это вот пусть будет а вдруг когда-нибудь а вот зачем эти штаны а вдруг когда-нибудь я пойду в лес и вот мне нужно будет приходить так какой лес господи когда ты вообще за год была в лесу где-то что тебе вот эти штаны нужны нафиг выбрасывай я столько вот всего вот этого хлама выкинула детских вещей которые тоже хранилась зачем а вдруг будет второй ребенок а если будет второй ребенок да я за работу я новую все захочу ему купить у меня 17 лет если я так сложится что я рожу 2 ребенка да я ему всю новую куплю естественно понимаете и вот это вот я столько выбросила всего но девочки когда я переехала сюда в серпухов вот в эту квартиру я поняла что я еще выбрасывал 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 и заменила все комплекты постельного белья подушки одеялками все летела в мусор кодом господи подушки мне делала бабушка когда мы еще поженились с мужем там ну как бы вот с мужем когда замуж уходим не был 19 лет она мне сделать подушки господи этим подушкам мне вот меня осенил и думать там уже живет наверное кто-то в этих подушках им столько уже лет что на пернике ты меняешь новые а внутри то что господи думаю я на этом сплю нахер все выкинула пошла купил новые подушки себе новую посуду новой сковородке новой кастрюли новые комплекты ложечки вилочки новые полотенце все купила новый я столько выкинул вы знаете вот когда ты каждый раз меняешь меняешь заменяешь новые новые я с этим соприкасаюсь я даже ручка не буду писать который стоит 20 рублей у меня ручка но это не паркер конечно но она хорошая так хорошая нормальная ручка которую берешь в руки и писать приятно и вот это я да это продолжение меня красивая золотая ручка дает предложение меня куда ложишься спать как ты встаешь какая у тебя в ванной какая у тебя косметика в конце концов да как ты за собой ухаживаешь все вот это имеет большое значение вот эта мысль что совсем я соприкасаюсь это и есть я это моя среда это отражение меня это как я к себе отношусь как бы как лена у нас говорила да на все не знаю кто запомнил кто нет но я запомнила навсегда она сказал что выкиньте просто сейчас выкиньте все со своих столов клеенки клеенки это нищета это нищенское что-то вообще зачем вам они нужны вас на столах должны жить в катерти мы живем девчонки один раз я помню когда к нам приходили гости мама доставала скатерть мама доставала посуду из сервант у нас там был сервис там всякие у вас наверно тоже стояли такие как они называются хрусталь хрустальные вазы в которых там все все это намывалось потом начищалась опять убирался серванты у нас дома была клеенка была старая посуда где-то колонатая чашка где-то поцарапанный это как бы для нас это как бы ну подумаешь ничего страшного какие-то люди завтракают обедают и ужинают подумаешь у них всего лишь одна жизнь подумаешь как бы день за днем проходит едят из чего-то непонятное там если уж с клеенка там совсем там не на полезно все вам там купить другую вот вот в такой среде я выросла я это за укоренилась все это во мне и понимаете какую работу я проделала что я все это себя вытащила все вот эти задатки нищеты что каждый день это праздник у меня нету посуды для гостей у меня вся посуда на каждый день и она вся классная красивая если откалываться что-то я выбрасываю выбрасываю иду покупаю новую мне нету скатерти для гостей у меня нету для гостей ничего у меня просто есть для меня и есть просто что-то лежит такого же качества ну там такие же комплекты там или подушки-деялки когда приезжают гости это можно куда-то положить своей квартире я обязательно сделаю полностью гостевые какие-то комплект когда девчонки будут приезжать ко мне с ночевкой это будет использоваться вот и вот возвращаемся к теме про белье вот какое каждый день вы носите белье каждый день какой вы одеваете какое оно это комплект или это там что-то собранное вот это и меняет ваше сознание каждый день как это меняет на отношения с мужем давайте про это поговорим вы показываете вот представьте что ситуацию встала там напялила что-то дело там закрылась пошла быстрее там есть готовить что-то муж видит какое у вас отношение к себе что никакое его просто нет вы чё-то чё-то там одели застегнули лифчик там уже вытянутый весь он горит ну моя то она сойдет ей она так носит она так любит ей так нравится и и так устраивает ну я просто вот ее такую люблю и у него такое отношение и если у него появляется там какая-то денежка он купит себе пивка или еще что-то да но не подумает про вас что вам можно что-то купить вам там принести еще в подарок я час утрирую очень сильно конечно это не бывает прям вот именно так я вам рассказываю картинку это не про кого это картинка которая пусть у вас в голове вспыхнет и какие-то эпизодики вы за этой картинкой возьмете скажете опа на вот это с моей жизни точно есть вот и представьте другую ситуацию когда муж видит что жена стала и выбирает какое ей надеть белье сегодня она стоит у нее там минут пять уходит на это время может быть десять я не знаю и она одно померил так вот это так хочу он смотрит и думает офигеть вот у меня жена во блин как она себя любит а у меня королева просто жена это как анекдот есть да про сидит лев и бык и значит этот звонок льву и он говорит лев такое взял трубку да дорогая да милая да конечно да скоро буду положил обык ему говорит слушай горит но ты подкаблучник ты же вроде царь зверей лев ты такой как бы от жену так слушаешься на что ему лев отвечает он говорит у тебя жена кто корова а у меня львица понимаете в чем разница когда вы начинаете относиться к себе по-другому то ваши мужья тоже начинают относиться по-другому к вам и когда он видит это ежедневно какая у вас планка задратая как как вы к себе относитесь как вы себя что вы не думаете что там сейчас надо бежать срочно там терять что-то там завтрак быстрее готовить так как такая вот вся правда а вы сначала себе а потом все остальное и вот таким женщинам таких женщин мужья очень ценят и любят и они им цветы и приносят они начинают соответствовать потому что вы показываете пример своим отношением к себе как нужно относиться к вам понимаете вот это очень тонкая вот проанализируйте вот это здесь видение я это про я проверил это даже на своем ребенке то есть когда у нас раньше было что-то мой мам быстрее делать все ради детей все ради детей все вот все на тебе вот здесь вот да конечно там что-то ему нужно там я в укор себе там несу что делаю у нас сейчас все совершенно по-другому у нас сейчас и он настолько и как бы вот это вот потребительское отношение если у вас есть даже детей ваших к вам а вы задумаетесь откуда она вы сами показываете детям как нужно относиться к вам потому что как касается какая-то ситуация что мы делаем и в укор себе делаем все ради детей ну детям же на одну детям конфетку там пламил на тебе конечно же а мне там всем наложил там блюдо разложил и маме себе чё осталось себе положила так не должно быть сначала себе я готовила я вообще решаю чего вы есть будете в доме моем я хозяйка в этом доме я самое главное здесь кто вообще может быть существовать я здесь готовлю я здесь навожу уют здесь все как я хочу какого цвета хочу я хозяйка в этом доме и мне должно быть как бы ну пусть там муж кормили сюда если у каждого заведено да но вторая должна быть я а потом только дети дети должны чувствовать свое место свое отношение к родителям свое отношение к маме если я ребенку сыну говорю что никита это мое время или там ну как бы я занята он ничего не будет он знает что мама занята элит я кто там куда-то поехал это мое время и он советуется со мной если что-то ему нужен потому что он уважает что я ему показываю как я себя уважаю и он уважительно начинает относиться ко мне он ребенок здесь конечно каждый сказать хвалит своих детей но у меня просто золотой ребенок я не могу про него по-другому сказать он у меня золотой потому что он настолько не по годам общается не по годам мыслит не по годам как-то действует что ли да и вот у него все вот эти выработаны ну тут конечно же моя заслуга тоже есть я слово то скажу это что я тут тоже постаралась но я показывала ему кто такая мама что такая мама как нужно к маме относиться что мама это святая женщина просто в твоей жизни единственная святая женщина которую ты просто превозносить вторая святая женщина в твоей жизни появится это твоя жена это будет вторая святая женщина да с которой которую ты должен уважать любить одаривать осчастливливать и все остальное вот так я воспитываю своего сына сейчас уже на таком уровне Мы уже говорим и про жену, и про все остальное. Я говорю, что ты должен сделать так, чтобы твои дети не нуждались ни в чем, в том, что им нужно, чтобы они чувствовали себя счастливыми, чтобы заботу ты вот эту им давала. Дальше, смотрите, как ваше качество и количество ваших трусов влияет дальше на ваш гардероб, девочки. Вот это самое главное, что у меня начало происходить. Вот смотрите, купили вы трусы за 3000 рублей. Вот вы их носите, потом купили вторые, третий, четвертый, да, вот у вас неделька там, да. И тут вы начинаете покупать одежду. Девчонки, я вот ничего не читаю, у вас там что пишете, я, наверное, потом что ли, а потом не полистаю, да. Давайте вы лучше потом, потом мы прям чат с вами создадим, и вы поделитесь своими эмоциями. Мне очень интересно, что произведет на вас этот тренинг. Не просто мне там спасибо написать, а именно вот какие мысли у вас в голове затронулись, что вот вы почувствовали там, что менять будете, где себя нашли, где увидели. И мне вот очень будет интересно вот эти ваши мысли потом почитать. И вот, значит, вы идете покупать себе дальше одежду. И вот как мы смотрим, о, платье там, 10 тысяч, там, 8 тысяч, 15 тысяч платье, ой, дорого, блин, дорого, дорого. А потом вы вспоминаете, что у вас только трусы за 3000. Какое дорого? Как это может быть дорого? Это недорого. Это вообще недорого. Цифру 3000 умножаете на 3 на 4 раза. И понимаете, что вот столько должна стоить ваша одежда. Ваше платье, ваши юбочки, ваши блузочки, ваше все остальное. У вас все начинает отталкиваться от этого. Потом вы начинаете обувь так же покупать, что там 3000, 4000, ой, ботинки, дорого. Девчонки, это недорого. У вас только трусы за 3000. Вы понимаете, вы в этих трусах идете покупать себе дальнейшую одежду. Вы просто начинаете смотреть на качество этой отшитой одежды. Потому что трусы за 3000 – это идеальные шовчики. Идеальные резиночки. Это дорогое, красивое кружево, оно тяжеленькое. Вот кто держал, я просто швея, я знаю, что такое дорогое кружево, дешевое кружево, что как носится. Дорогое кружево, оно неубиваемое просто. Его нельзя растянуть или там постирать как-то не так. Это дорогое, тяжеленькое кружево. И шовчики, все отшиты, эти резиночки. Это специальные там машинки, которые отшивают. Это фирмы, которые этим занимаются, непосредственно отшиванием этого белья. Это идеальное просто. Вот вы возьмете, вы не придеретесь нигде. И вот после этого качества вы идете выбирать себе одежду. Вы выворачиваете у этого платья за 6000 рублей низ и понимаете, что вот такое платье за 6000 я куплю. Нужно соответствовать моему нижнему белью. И вы так себе планку задираете. Вы начинаете качественную одежду покупать. И пусть у вас будет два платья, но это будут офигенные платья, которые являются продолжением вас. Продолжением вас эти платья являются. И действительно, можно сказать, что да, вот это платье я могу носить на своем драгоценном теле. Другое не могу. Вы не будете покупать какие-то тряпки на распродажах. Я не люблю распродажи, я не люблю вот эти вот магазины, где вот эти вешалки вот так вот сдавлены, что аж ты там одну вытаскиваешь и все, и там вторая тянется. Я захожу, если вот такой магазин, я выхожу оттуда. Я не буду копаться в этих вешалках, даже если там можно что-то выгодно купить. Уровень, понимаете? Планка. Планка. Планку постоянно себе поднимаешь, эту планку. И вот в одежде у вас начинается все, продолжение и меня. Пусть у вас будет базовый какой-то гардероб, но это качественный, классный вещь. Вот если вы одели это платье, прошло там пару месяцев, вы опять это платье одеваете, и оно вас радует. Оно нравится, как оно сидит, какого оно качества, какой трикотаж, какая посадка, как вы себя в нем ощущаете, что оно комфортное, понимаете? Ваше ощущение себя в этой одежде должно быть всегда королевское. Что мы все с вами королевы, внутри всегда про себя так нужно думать. Это по жизни дает только женщине налаживать все сферы жизни. Когда женщина про себя так не думает, у нее не так все идет. То есть ей, ну, я не буду эту тему, это отдельная тема, которая, можно еще полтора часа на эту тему разговаривать. Я не буду ее трогать, зато я сейчас начну говорить. Я очень много про это знаю. Вот, ну, трогать не буду. Не сегодня, по крайней мере. Вот. И так, в смысле немножечко я ушла. В общем, одежда, на покупку одежды, на ваш гардероб, это тоже влияет от вашего личного, от вашего белья. Дальше. Как это влияет на работу? Я уже затронула эту тему. У нас большинство здесь присутствует тех, кто работает на удаленке. Это наш проект, девчонки, которые зарабатывают, как мы сидим дома. У нас с телефонов, с компьютеров, да. И как это влияет на работу, на вашу? Да у вас самооценка выше становится. Выше становится ваша самооценка, потому что у вас уже начинается в жизни, ну, уже другой. Уже у вас не было этих, там, пусть трусов, а сейчас они в вашей жизни есть. И вы сидите и охреневаете, что, блин, да вы вообще, я хочу большего теперь. Я хочу больше в ад. Я хочу вот это. Вы сидите и понимаете, что меня бесят эти занавески. Когда Марина Кострова вела эфир, я никогда не забуду, когда она повернула голову. Говорит, вот эти занавески хочу поменять. Понимаете? Вы поворачиваете голову, вас не устраивает эта кухня. Эти тарелки, вам хочется менять все. И у вас появляется большое желание зарабатывать. Зарабатывать, чтобы свою жизнь сделать лучше. Не для того, чтобы были просто деньги. А у вас конкретные цели появляются. Я заработаю на новую кухню, я заработаю. Когда я когда-то сказала, что я заработаю на квартиру. Я куплю себе не просто квартиру, я себе куплю шикарную квартиру. Вот такую, какую я хочу, чтобы ты зашла, и у тебя была большая кухня-студия. Я об этом мечтала. И это мечтало, я исполнила. Сейчас там идет отделка. Вчера я ездила, там уже территорию вырисовывается. Обалденный красивый дом. Я просто тащусь от него. С этими башенками, с этими вот колоночками. Как он сделан. Я понимаю, что, блин, Люба, ты здесь будешь жить. Я еще до сих пор, наверное, этому не верю. Я захожу, и там еще вот эти белые стены. Но я захожу, и у меня аж сердце начинает трепетаться. Господи, это моя мечта, о которой я шла. Я когда-то говорил, что я буду, когда заработаю, приду к этому. А сейчас это все, это уже вот. И вот с этой покупкой, с квартирой, еще больше пришло энергии. Я понимаю, что я еще больше увеличу свои доходы. Потому что у меня энергии столько теперь, что просто ее хоть отбавляй куда-то. Настолько хочется, хочется дальше. Потому что хочется все выбирать. Хочется купить туда красивую мебель. Хочется то, хочется все, понимаете. И вот вы начинаете все это менять. Вы уходите в свою жизнь. Вас перестают вообще волновать чью-то мнение. Манька, Фанька там сказала. Когда я пришла в наш бизнес, меня Хвалынск, сколько про меня там говорили, осуждали. Что вот там, чего только не говорили про меня. Я помню, когда я купила машину и первый раз приехала в Хвалынск на своей машине сама за рулем. Это, во-первых, была первая поездка, тысячу километров, которую я осилила. И плюс я приехала на новой машине. Я вот спускаюсь в Богданихе. У нас там такая гора, и вот она такая какая-то извилистая. И вот я еду, вот эту Волгу видно, город видно. Вот это вот у меня просто сердце вот так. Ту-ду-фу-ту-фу-ту-фу-ту-фу-ту-фу-ту-фу-ту-фу-ту-фу-ту-фу-ту-фу-ту-фу. Я не сломалась, не уехала, не бросила, не стала ныть, когда мы разошлись с мужем. Да, у него своя жизнь стала, он там свою семью устроил. Я своей дорогой пошла. Мы как бы, ну вот, у нас разошлись пути. И каждый выбрал для себя, ну, он уехал. Я приняла решение, он не то, чтобы меня там бросил, у меня. Я приняла решение, что я останусь. Я не ставлю здесь из себя жертву, что я бедная, несчастная. Нет, так сложилась жизнь, так разошлись наши пути. Я сама выбрала остаться с ребенком, остаться в Москве, искать свои дороги. Понимаете, я сама это выбрала. И когда ты это сделал, когда ты едешь и понимаешь, господи, какие у тебя охрененные перспективы на следующие года. Это у меня еще квартиры не было в помине даже. Я еще только, как бы, ну, копила на это, да, складывала. Еще доходы были поменьше. Меньше 100 тысяч я еще зарабатывала. Но уже такое было стояние победителя. Поэтому найдите вашу сферу, не вашу сферу, а вашу сферу у вас уже есть. Найдите свое вот это, вот этот движок. К чему вы идете, с чего вы начнете, какая будет ваша цель. Да хоть занавески себе, ну, как бы, поменять. Повесьте себе новые занавески. Занавески тоже, знаете, можно купить. Ну, как бы, это не дешевое удовольствие, если что. Если кто-то думает, что можно купить занавески, там, где-то на рынке метражом нет, дорогие мои. Занавески могут 300 тысяч стоить. И я видела такие, уже этим занималась, этим вопросом. И смотрела, сколько стоит штор, ошторить квартиру, хорошую ткань повесить, которая, вот, действительно, у меня прервался, звонок у меня здесь был. Так вот, цель должна быть. Вот, и у вас начинаются вот эти перемены. От вас все идет, потому что вы понимаете, что вы такая офигенная, да, в дорогом нижнем белье, которая теперь ходит ни в хбшечках, ни в неделечках, ни за 300 рублей, ни за 200, ни у баб Маши на рынке купленные, ни где-то там, в каком-нибудь сетевом магазине, где у них шубы, носки, одежда, и там нижнее белье висит, отделчик такой. Не там куплено, а у вас нормальное, хорошее, достойное вам. И дальше вы понимаете, что, блин, а как жить-то дальше теперь? Надо же все тоже менять. И это не нравится, и то не нравится. И вот здесь начинается ваш путь. Здесь начинается ваш путь автора жизни, победителя. Вы автор жизни, который сами начинаете складывать свою жизнь, то, какую вы хотите. И вот к чему я это все говорила, что вы перестаете слушать других, вот этих вот советчиков. Сколько у меня было советчиков? Да зачем тебе это надо? Да еще что-то, да там. И вот я понимаю, что люди, они как вот со стороны бегают, бля, вдруг у нее получится, это же капец. Ну, блин, мы-то же нет, а вдруг у нее получится. И вот это вот где-то зависть какая, где-то еще что-то, да, я все это чувствовала. Мне было настолько, девочки, наплевать на все вот эти вот мнения остальные. Я понимала, что никто ко мне не придет и в холодильник продукты не положит. Никто не оденется за моего ребенка, никто за обучение, вот сейчас в декабре мне нужно соточку отдать за дитё, за колледж. Никто эту соточку за меня не заплатит. Поэтому какого хера вы лезете в мою жизнь и советуете, как мне нужно жить. Но сейчас уже нет таких советчиков, сейчас никого нет на горизонте. Это было в начале. И почему я эту коснулась этой темы? Потому что у вас тоже будет. Вам тоже начнут советовать, там что-то говорить, где-то лезть в вашу жизнь. Как вам надо жить, как вам надо еще что-то, вот. Если вы кому-то скажете, что вы трусы за 3000, у вас скажут, дура вообще, вообще челкнутая просто. Не обращайте на это внимания, потому что вы должны понимать, что я здравая женщина, у меня все в порядке с головой. И я для своей семьи, для себя хочу только лучшего. И я буду делать то, что нужно мне. То, что я считаю нужно на данный момент делать, я буду делать. И вперед. Делать, делать, делать и делать. Не слушать никого, не оборачиваться, ни с кем себя не сравнивать. А идти только вперед. Вот за год можно такие в жизни перемены натворить, что просто я даже... Вы в шоке будете от того... Ну, то есть к вам в жизни придет то, что вы даже не планировали. Я не планировала 10 стран объездить. Я была в 10 странах за границей. Я не планировала этого. Это не была моя цель, когда я начала работать. Ну, я объездила 10 стран. Я была на острове, на Миконосе. Я была в Греции. Я была во Франции. Я была в Испании. В Италии. Мы были на круизном лайнере. Я во всех этих странах была. Понимаете? И этого могло не быть, если бы я кого-то послушалась. Мне кто-то сказал, что что-то не так. Вот. Дальше. Сейчас я просмотрю. Все я сказала. Потому что что, упустила еще? Ну, основное, да. Основное я вам выложила все. То есть вот на все эти сферы влияет ваше... Ваше отношение к себе. А ваше отношение к себе начинается с ваших трусов. Поэтому этот тренинг называется трусотерапия. Что я ношу? Каждый день. Какое у меня белье? Возьмите его в руки. И просто вот это про изобилие. Это вообще про меня. Это вот как бы... Ну, вот я... Мне там 30 с лишним лет, да. И вот как бы я до 30 лет дожила. И я вот это буду носить. И вот это как бы, понимаете, мое... Я не говорю сейчас про тех девчонок, у которых, может быть, все это и есть жизнь. Девчонки, это как бы... У каждого есть... Каждому есть куда поднять планку. Понимаете? Каждому есть. Каждый возьмет что-то свое. И каждый свою планочку поднимет. Это выше, дальше. Что ему нужно. Но начать нужно всегда с этого. Суждение к себе. Вот к этому отношению к себе. Вот. И дальше оно все как паутинка тянется. И питание, и ваша одежда, и отношения других, и отношения детей, и мужа здесь, и все. И все вот в этом клубке оно крутится. Но все это крутится вот как шар вокруг вас. А в этом шаре ядрышко. Это вы. Вот то ядрышко, которое вот и показывает, как нужно ко мне относиться. Кто я вообще такая, да? Но здесь очень важную роль играет что? Если вы что-то говорите, вы должны делать. Если вы что-то обещаете, вы должны делать. Особенно себе. Если вы ставите какую-то задачу, это важно... Это к этому важно идти. Пусть там не получается. Пусть план немножечко корректируется. Пусть там... Ну, вы идете. Вы идете по направлению туда, куда вы поставили себе навигатор. Вот. По отношению к этому идете. Все, девчата. Вот на этой ноте я закончу. Я думаю, что я вам большой объем информации дала. Есть над чем подумать. И вот моя жизнь, она поменялась именно так. Вот эти вот мои этапы, когда я что-то покупала, зарплату повышала, мне приходило еще больше энергии, я еще больше, больше, больше шла. И вот я девчонкам ролик сбросила в Телеграм. Там они... Вчера такое бурное было обсуждение, что обалдеть, там, да? Один комплект 11 тысяч. Да, девочки. Да, девочки. И другого я не ношу. И носить не собираюсь. И дальше бланка будет только расти. И, Олечка Ковалева, мы с тобой поедем когда-нибудь в ЦУМ или в ГУМ магазин, да? Выберем время и отоваримся с тобой на 200 тысяч. Только это не будет, как мы с тобой думали, там, два мешка, да? Это будет просто парочку-троечку хороших, ну, пусть пятерочка, да, хороших комплектов. Вот, которые мы с тобой обязательно купим. И это та планка жизни, к которой я хотела прийти, к которой я шла, которую я видела, как в фильмах, там, в Москву, когда я приехала, я видела этих женщин, которые выходят из машин. И это не про то, что это понты, а это действительно, вот она все это на ней, что на ней одета, какая она сама по себе, что она стройненькая, что она аккуратненькая, там, у нее аккуратненький, там, маникюрчик, да? Что нет каких-то вызывающих, там, этих бижутерий, там, еще что-то. Она вышла из машинки и пошла такая, вот она даже не смотрит, кто на нее смотрит. Она потому что в себе, она на себе зациклена. Она все это делает для себя. Для того, чтобы комфортно сесть в машину и доехать куда-то, да, комфортно, там, не знаю, комфортную обувь. Ведь не всегда дорого, это просто дорого. А, ну, как бы, достойные деньги мы можем платить за комфорт. Когда у нас было какое-то мероприятие, и мы были на каблуках, в туфлях, и Лена Курсун тогда, я подошла, говорю, господи, я просто ног уже не чувствую, у меня так устали ноги. Она ко мне поворачивается, говорит, Кевин Кляйн, следующие твои туфли, и у тебя никогда не будут уставать ноги. Я приехала домой, загуглила, сколько стоит Кевин Кляйн. Может, я сейчас не так фирму сказала, но смысл в этом, загуглите. 24 тысячи туфли, 24 тысячи там, ну, в общем, до 30 тысяч можно купить туфли. И в них не устают ноги. Представляете, девочки, можно целый день ходить на каблуках, и ноги не устают, потому что там идеальная колодка, идеальная посадка, идеальная форма. Вот. Поэтому деньги дают нам комфортную жизнь, комфорт. Вы себя чувствуете, как бы, ну, человеком. Не думайте, что он где-то жмет, трет или еще что-то, а вы чувствуете себя комфортно. И вот этот комфорт мы покупаем за деньги, которые мы зарабатываем, которые есть ключ, как зарабатывать. И на всех своих обучениях, на всех наших внутренних тренингах, в чатах, на всех планерках я учу зарабатывать деньги. Я учу зарабатывать большие деньги. Не три копейки, не три тысячи, не пять тысяч. Я учу зарабатывать на квартиры, на машины, менять свою жизнь. То, что я проделала сама. Мой путь, который я прошла от нищеты до того уровня жизни, в котором я сейчас нахожусь, и это будет дальше продолжаться. Если кто-то меня не знает, вы наблюдайте дальше за развитием событий, девочки. Это очень интересно. Я буду такие вещи скоро рассказывать, что, ну, это очень интересно наблюдать, как у человека меняется жизнь. Ну, что планка за планкой я беру новые победы. И ближайшие года три-четыре так я буду активно работать. И до того уровня, который мы обговаривали и поставила себе как задачу, да, я дойду до этого дохода. Пусть будет немножко колебаться время. Пусть немножечко как-то там где-то что-то складывается, не складывается. Наша работа, она такая, ну, как бы гибкая. Не всегда все от тебя зависит, да, где-то чуть-чуть зависит еще и от людей. Но это будет, это будет. И вот в эту жизнь, вот на эту вот волну, вот на этот рост, вот на эти доходы я зову людей к себе в бизнес. И обучаю, сопровождаю, буквально за руку сопровождаю, что и как нужно делать. Потому что я сама сейчас в работе и сама делаю то, что нужно делать другим. Вот. Это для тех, кто еще не с нами. Если вы хотите присоединиться, вы можете написать мне на WhatsApp, и я, ну, скину вам информацию, вы можете ознакомиться с тем, что мы делаем и как мы делаем. Вот. Все, девочки, я отключаюсь. Большой, огромной благодарности. На эфире было 500 человек. Я просто вообще в восторге от вас, вот, что столько людей, стольким людям, стольким женщинам эта тема интересна. Потому что сейчас очень много становится успешных, осознанных, вот именно душой таких вот, как сказать, осознанностей. Но слово его никак не заменишь. Не заменишь ничем, никаким другим словом. Осознанных, успешных женщин. Которые в первую очередь делают все через осознанность, через себя, через свою любовь к себе. И делятся этим. И я как можно больше хочу, чтобы как можно больше было таких блогов, инстаграмов, чтобы в моей команде люди вели инстаграмы, вели свои страницы и показывали другим, как можно жить по-другому. Чтобы как можно больше женщин к нам присоединялись. Хотя бы просто на изменения, на то, что она становится хоть чуть-чуть лучше, чтобы в ее жизни что-то менялось. Чтобы были с детьми. Чтобы не убегали, не были как загнанные лошади на каких-то там работах. Что мы показываем? Мы показываем, что можно работать дома, с семьей, создавать уют, расти детей. Времени хватает на все. При этом ты успешно зарабатываешь, путешествуешь. Тебя муж ценит и любит. Ты ездишь на все банкеты. У нас куча всяких встреч интересных, красивых, насыщенных. И такая яркая жизнь впереди, что просто, я не знаю, 2021 год, мы его ждем, как коллапс какой-то, чтобы быстрее закончился этот 2020 год. В котором у нас, да, много результатов, но у нас было мало встреч, потому что был ковид. А 2021 год мы уже наметили, что у нас будет много встреч, мы будем отмечать наши победы. Мы дружим. Обалденный просто женский коллектив. Все такие вот какие-то одинаковые наши девчонки, классные. Хоть мы и работаем по всей России разбросанно, видим севчаток, но мы очень часто будем встречаться, съезжаться, встречаться. И вот такие будут у нас встречи. И дружим, и общаемся, и победу нашу новую отмечаем. Все, всем пока. Благодарю всех, кто пришел на эфир. Я надеюсь, что я была вам полезна. И напишите мне ваши инсайты. Мне важно не то, чтобы вы мне там... Спасибо, Люба, за эфир. Напишите инсайт. Что я зацепила такое, что в вашей жизни тоже было. Напишите свои мысли. Это вот невероятный обмен энергии будет. То есть я вижу, что я была вам полезна. И вот ту энергию, которую я вам подарила сейчас, эта энергия вернется мне в виде ваших вот таких вот писем. Все. Спасибо вам огромное. Я...